Теперь кадры из бельгийской столицы, ее центр занесло, но это не снег. Протестующие завалили вход в здание Европейского совета сухим молоком. Ну и кроме того, фермеры из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Польши и Прибалтики попытались с помощью вентилятора распылить содержимое нескольких промышленных мешков на фасад здания. Производители не хотят, чтобы Еврокомиссия приступила к распродаже запасов сухого молока, которые были сформированы за год. Напомню, власти скупали излишки порошка, чтобы поддержать рынок после введения ответного продовольственного эмбарго со стороны России. Также стоит вспомнить, что молочные бунты для Брюсселя совсем не диковина. Правда, раньше по еврокварталу текли молочные реки. Очевидно, переработка в сухую смесь европейской экономики не помогла. Мы добрались сюда из Франции для того, чтобы политики нас услышали наверняка. Их решения о либерализации сельскохозяйственной отрасли убивают фермеров, а заодно и развивающиеся страны. Я считаю, что распыление сухого молока крайне символично, ведь его избыток убивает отрасль и у нас, и в Африке. Страна Африки рассматривается как рынок сбыта, но и там сухим молоком уже сыты. Согласно заявлению лидера Европейского молочного союза отрасли на грани краха, по данным организации, средняя закупочная цена в ЕС 32 евроцента за литр, что на 6 центов ниже так называемого порога выживания производителей.